МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера. Время главных новостей этого дня. Начинаем подробности. Добрый вечер. Депутаты против министров. Хватит ли в парламенте голосов для зачистки Кабмина? Удар президента. Кому Порошенко указал на дверь? А фуры и ныне там. Когда закончится взаимная блокада российских и украинских перевозчиков? И все-таки двойка. Начну с самой последней новости из Верховной Рады. Несколько минут назад работу правительства депутаты признали неудовлетворительной после отчета Кабмина. За это проголосовали 247 парламентариев. Это еще не конец министров Витя Сунюка. Сейчас нардепы вынесли на обсуждение резолюцию о недоверии правительству. Чем закончится, узнаем уже через несколько минут. В парламенте работает моя коллега Екатерина Лысенко. От нее узнаем все самые последние новости. Как только что-то случится в парламенте, то есть будет голосование. Ну а пока начнем с того, как начинался этот очень сложный для Украины политический день. Действительно, внимание всей страны сегодня приковано к судному дню правительства. Долгожданному отчету Кабмина, который очень долго обещали и так долго не спешили представлять. Устали ждать его не только депутаты, но и граждане. Сегодня свою оценку работе министров они дали на многочисленных акциях протеста. С требований улицы давайте и начнем. Сюжет Елены Механик. Отчета премьера в парламенте пикетчики ждали с самого утра. Под разными флагами, но с одним вопросом. Где реформы? Они привыкли договориться, они понимают, что они все связаны с одним клановым интересом, одной круговой порукой. И они хотят сберегать статус-кво. Своё недовольство Кабмина моего главой митингующие не только озвучивали, но и демонстрировали наглядно. К парламенту принесли целый антиправительственный арсенал, начиная от живности и заканчивая виселицей. Генеральная прокуратура должна после отставки Яценюка, Авакова, Петренка, всей мафии Яценюка начать безкомпромиссные, жесткие, законные расследования его деятельности за два года, которые, в частности, привели до поразок на сходе нашей армии, первое, до разгулу коррупции, второе, до провала экономических реформ. В Кировограде за отставку правительства с утра собирали подписи. Акция проходила на Центральной площади. По словам активистов, доверия к нынешнему правительству у них больше нет. Ко всеукраинской акции протеста присоединился и Иван Франковск. Пекетчики говорят, за год на себе ощутили результаты работы Кабмина, оттого и требуют отставки. Пришел в тот час, когда пора уряду Яценюка не просто пойти в отставку, а сразу же с кабинетов спагорбов, печерских пагорбов переселиться в Лукьяневский СИЗО. Поддержите такую пропозицию? Такие же митинги сегодня прошли в Житомире, Днепропетровске и Львове. Елена Механика, Елена Брынза, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. А уже после обеда в столице, на Майдане Незалежности, собрались несколько тысяч человек. Оттуда они направились к Раде, сказать все, что думают о Кабмине и его будущем. Елена Митясова побывала на месте событий, сейчас с нами на связи. Лена, скажи, пожалуйста, какие мнения могли бы услышать депутаты и министры, если бы, конечно, осмелились выйти к людям? Алексей, узнать, из первых уст уйдет ли правительство Яценюка в отставку? Сегодня к Верховной Раде пришли около двух тысяч человек. Активисты к парламенту шли колонной с Майдана Незалежности. Преимущественно это студенты и пенсионеры. Среди митингующих и активисты с флагами свободы, партии простых людей и правого сектора. Последние даже ненадолго перекрывали движение по улице Грушевского. Все требовали одного – отставки премьера. Говорят, за два года у власти тот не выполнил ни одного обещания. Мы привели его на крови наших детей, батьков. Мы на Майдане стояли три месяца. Они у нас ходили, они обещали нам. Он стоял перед нами, сказал, пуля в лоб, так пуля в лоб. А что сейчас делается? Правительство Яценюка довело народ Украины до полного зубожжения. Я не говорю о том, какие тарифы, какие людям заморозили зарплаты, заморозили пенсии. Каждый день, каждый день буквально дорожают продукты. Ни одно обещание он не выполнил. Каким образом государственный чиновник может заработать за два года миллиард долларов? Миллиард долларов. Каким образом? Здание парламента усиленно охраняют наряды полиции, дежурят кинологи. А у входа на территорию Верховной Рады активистов проверяли металлоискателями. Сейчас ситуация немного поутихла. Большая часть активистов уже разошлась. Но все же многие еще здесь остаются. Ждут решения парламента. Мы тоже с нетерпением ждем это решение. И возможно услышим его с минуты на минуту прямо в этом эфире. Спасибо Лене за работу. Это была Елена Митясова. Верховная Рада с утра готовилась встречать премьера и его команду. Одни с распростертыми объятиями, а вот другие с сушатом холодной воды. Точнее подписями за отставку Кабмина. С утра в парламенте только и занимались, что подсчетами и гаданием, какое решение в конце концов примут фракции. За депутатскими метаниями наблюдала Екатерина Лысенко. Чтобы не провалить повестку дня, в парламенте решают отложить отчет Кабмина до обеда. Прежде хотят принять ряд законов, которые требуют ЕС и которые нужны для безвизового режима. Пока на трибуне обсуждают документы, в кулуарах говорят о наболевшем, о правительстве. Блок Порошенко после вчерашнего позднего заседания фракции окончательно решил удовлетворительным отчет не признают. Фракция приняла решение о том, что будет голосовать сегодня за то, чтобы признать, вызнать работу уряду незадовольную. И параллельно внизу собираются подписи за недоверие уряду. Постановление о недоверии правительству – это документ, который может последовать, если парламент не одобрит отчет Кабмина. И подписи под ним собирают сразу две фракции – блок Порошенко и параллельно самопомощь. Мы просим, чтобы мы подписались под их параллельком, або они под нашим, чтобы разом было 155. Но фракция блок Порошенко пока не погодится. Нас 73, у них 113. Про премьерской фракции тем временем лишь возмущаются поступками коллег и грозят покинуть коалицию, если уйдут к обмину. 226 находят в сессийной зале и берут на себя полную ответственность за формирование уряду и ответственность за экономику Украины. Незадовольный – это еще не отставка уряду, конечно. Если будет проголосована постановка о отставке уряду, то очевидно, тогда фракция будет выясняться, или оставаться в коалиции, или идти в оппозицию. Тут возможны разные варианты. В любом случае, к обеду в Куларах было уже два разных списка под постановлением об отставке. Но в каждом из них может не набраться необходимых 150 подписей. Хотя нардепу уверяют, если даже не уволят, то оценку к обмину дадут уж точно. Ситуация в зале показывает, что ответ будет выяснен незадовольным. В этом контексте будет зарегистрирована постанова о недоверах. И я думаю, на четверг мы вернемся до голосования о недоверах уряду в целом. Есть постанова о том, чтобы выяснить ответ незадовольным. Я точно знаю, что абсолютно большие депутаты выясняют деятельность уряда незадовольной. Мы были бы счастливы, когда кабинет министра пошел на встречу парламенту, чувствуя такую напругу и чувствуя недоверие в обществе, сказал «дякуем вам за співпрацию». Хотя депутаты много спорили о судьбе кабмина, они все же, как никогда, активно голосовали и принимали законы. А отчет правительства отложили до вечернего заседания. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцер, Владимир Самченко, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер. Ну и, собственно, к отчету премьера. Битый час он рассказывал о подвигах своего кабмина, врагах, в том числе окопавшихся и в парламенте, и титанических усилиях министров на пути к светлому будущему. Чем гордится Арсений Ценюк и что ответили ему депутаты, все расскажет Екатерина Лысенко, она с нами на связи. Катя, я тебя приветствую. Давай, пожалуйста, и об отчете, и о реакции, и дай нам, пожалуйста, самые последние новости по состоянию на эту минуту из парламента. Ну, по состоянию на эту минуту парламент проголосовал и признал работу правительства неудовлетворительной, но, тем не менее, не хватило голосов на то, чтобы отправить правительство в отставку. Ну, а если поподробнее и вообще об отчете правительства, то начался он около четырех часов, и премьер-министр выступал порядка часа. Из представителей Кабмина выступал только Арсений Ценюк. Говорил в основном о своих достижениях, говорил обо всех отраслях понемногу, говорил об экономике, о госдолге, говорил об инвестициях, о торговле. Говорил, что они все сделали, то, что хотели. На этого и времени мало, и виной тому аннексия Крыма, и ситуация на Востоке. Уделял внимание соцполитике, и также уделял внимание тарифной политике. Уряд критиковали за нашу тарифную политику. Так, мы изменили тарифы, и мы пошли по шляху того, чтобы поставить рынковые тарифы в целом по краю. Мы усвідомливали про то, что много миллионов украинцев будут не встанно заплатить таки высокие тарифы. Саме тому был запроваджен институт субсидий. После этого, в словах Яценюка, были планы на будущее. Он планировал, как будет работать в 2016 году. Впрочем, он акцентировал, что будет это независимо от того, кто будет премьер-министром, он или его последователи. Но в некоторых моментах Яценюк даже просил дать ему время и просил депутатов послушать его. На то, что это будут последние выступления, премьер-министр с этой трибуны намекали и в комитетах, и главных фракций. Первым взялись оценивать работу правительства за год это комитеты. В основном удовлетворительно признавали ее только несколько комитетов, те, которые возглавляют представители фракций Народных фронтов. В основном же депутаты критиковали работу не только премьера, но и всего правительства и конкретных министров. Все, безусловно, понимают, что страна перебивает в сложных условиях. Но процедура принятия любого документа, особенно важнейшего проекта закону про государственный бюджет, одинаково важлива, как и то, что в этом законе написано. Поэтому с этой стороны бюджетный комитет должен сказать, что работа уряда не за довольную. И мы обратимся, чтобы уряд, который прийдет на замену цему уряду, дотримувался бюджетного кодексу. Найгірше – это все, что касается управления государственных предприятий и ухваления бюджета. Это два основных джерела коррупции. Ну куда больше критики в адрес правительства прозвучало уже в выступлениях глав фракций. Они обвиняли Кабмин в отсутствии реформ в низких социальных стандартах, низком уровне жизни и о коррупции, которая так и осталась непреодоленной. Шановный Арсений Петрович, я знаю, как много вы сделали для страны. Я без никакой иронии это скажу. Арсению Яценюку удалось сделать то, что не мог сделать ни из предыдущих премьер-министров. Мы приняли безлеч очень важных решений. Знаю, что каждый руководитель, я ним так же был, считаю, что ему немного не足лась, чтобы все получилось. Но пришел время. Все мы, тем временем. И не скажите мне про войну, потому что, если вы говорите про войну, то камикад за тебя использовать по призначению. Думайте про людей. Недовира 70% означает, что уряд має скласти свои повноважения. В имени фракции Блоку Петра Порошенко та коллег из Батьковщины самопомощи Радикальной партии и других депутатов мы внесли 150 подписей про голосование за резолюцию недоверий и просим уже сьогодні голосовать за измену ситуации в уряде. Что было визитной карте этого уряда на протязи последних полтора лет? Первое, это абсолютно незрозумевая и непредвиденная податковая, а самое главное, митная политика. И тут требует быть подвертым и законодательство, которое изменилось каждые три месяца. Полностью отсутствует секторальная поддержка витязняной промышленности, что привело к демонтажу целых галузей промышленности. Я сьогодні принимаю с удовольствием заклики уряда до реформи митницы. Но это нужно было делать год назад, потому что митница является основным джерлом коррупции в этой стране и с невагой до людины. И обещанки, которые сегодня мы чуем в программе на следующих 12 месяцев, на превеликий жаль, с речного досвиду співпраци с публичным инструментом управления в государстве, подпадают под приказку украинскую. Обещанка цацянка, а дурному радость. 70% населения обнищали, им нечего есть, они плачут, я езжу по регионам. Дорогие друзья, вы все приходили в этот зал защищать народ Украины. Вот оценка правительства, вот она. Мы должны не просто дать, послушайте, не просто отставка, мы должны вернуть все, что они украли. Мы должны каждого впервые поднятие Украины, поднятие нашей страны начнется с того, когда их посадят. Я вас очень прошу, один раз в жизни, поверьте, вот один раз в жизни, возьмите себя в руки, забудьте, что они вам предлагали, вспомните, что за вами народ Украины, отправьте их в тюрьму. Ключовый принцип, который должен быть сейчас укладен, если мы действительно хотим, чтобы в стране прекратилась ситуация, когда каждый премьер пиклуется про рейтинг своей партии, на чоли уряду в такой кризовый момент должна стать людина, яка менеджером державы. Скажу еще, что премьер в это время слушал поток критики сбоку коалиции, сбоку других представителей других фракций. В конце выступления всех депутатов он лишь сказал, что с радостью передаст полномочия своему преемнику. Тем временем в Раде зарегистрировали постановление о признании работы правительства неудовлетворительным. Это постановление проголосовали быстро, 247 депутатов признали, что правительство работало неудовлетворительно. Следом за этим в Верховную Раду поставили на голосование вопрос о недоверии проявительству, но на это постановление в Раде не хватило голосов. 194 депутата только поддержали, на этом заседание закрыли. Очевидно, завтра уже у депутатов будут какие-то предложения, учитывая ту критику, которая была, звучала сегодня с трибуны Верховной Рады. Алексей. Ну то есть выглядит так, что сегодня выпороли хорошенько Кабмина, а потом просто вручили пряник, погладили по голове. Спасибо, Катя, за работу. Это была Екатерина Лысенко из Верховной Рады Украины, где сегодня признали неудовлетворительной работу Кабинета Министров, но вот духу отправить в отставку весь состав правительства у депутатов все-таки не хватило. Свой альтернативный отчет о деятельности правительства разработали оппозиционеры. Вот по словам политиков, итог работы Кабмина это коллапс экономики, невыполненное обещание и обнищание украинцев. За время премьерства Яценюка госдолг вырос почти на триллион гривен, а национальная валюта только за 2015 год обесценилась на 52%. Инфляция рекордная за последние 20 лет 43%. Таким образом украинцы стали самыми бедными среди европейцев. Средняя зарплата около 140 евро. Это меньше чем в Молдове и Беларуси. При этом зарплату получают не все. Задолженность самая высокая за последние 10 лет миллиард 800 миллионов гривен. За время премьерства Яценюка этот показатель кстати увеличился в 2,5 раза говорится в этом отчете. Растут и тарифы на коммунальные услуги. В прошлом году газ например стал дороже почти на 300%. Отопление на 72%, а электроэнергия на 77%. В полтора раза вырастет стоимость услуг и уже в 2016 году. все те цели которые ставились так называемая европейская коалиция когда она создавалась ни одна из этих целей не выполнена. Мы даем конкретные предложения о том что необходимо сделать. В стране нужно установить мир и для этого парламент должен активно подключиться к реализации мирных минских соглашений. Второе это принять нормальный бюджет на 2016 год соответствующим образом пересмотрев макропрогнозы экономических показателей и дать возможность найти и сыскать дополнительные средства таким образом для социальных отраслей для повышения пенсии и заработных плат и таким образом спасти наших граждан. Поставил оценку Кабмину и президент в своем обращении к украинцам отметил снижение уровня жизни людей потерю доверия проволочки в реформах и отсутствие поддержки со стороны коалиции. Время для частичного обновления правительства упущено считает Петр Порошенко а напряжение между Кабмином и большинством грозит распадом для коалиции и разрушительными последствиями для страны. Поэтому глава государства призвал премьера Яценюка уйти в отставку. С таким же предложением президент обратился и к генпрокурору. Генпрокурору Украины А вот прокуратура российская сегодня третировала украинских дальнобойщиков нагрянули к водителям заблокированным в Брянской области чего хотели и с чем ушли расскажет Данил Русаков на подъездах госграницы в Брянской области заблокированные украинские фуры стоят уже второй день подряд по последним данным сейчас там порядка 200 грузовиков водителей охраняют наряды полиции а сегодня оперативно подоспела прокуратура содержимое украинских грузовиков люди в синих костюмах принялись тщательно проверять в итоге заявили что украинские переводчики в России возят запрещенные продукты из Европы речь о товарах из так называемого контрсанкционного списка напомню запрет на передвижение украинских фур по территории России ввело Министерство Транспорта Данил Русаков Виталий Коваленко Московское бюро телеканала Интер А в Украине продолжают вставлять палки в колеса российских фур активисты организовали блокпосты на трассах в приграничных областях обустроились основательно с палатками буржуйками и провизией много ли российских большегрузов задержали и чего ждут украинские водители на границе с Россией выяснял Руслан Смещук Сумская область пункт пропуска с Россией вдоль трассы украинские фуры очередь растянулась на несколько километров стоят здесь с воскресенья водители говорят никто официальных объяснений не дает информация только от коллег которые смогли пересечь границу в очереди водители из Австрии груз в Россию везут через Украину официально пришла на территорию российской таможенной бумаги что украинские машины с украинской регистрацией временно не пропускают сказали что 350 машин уже арестованы возвращаться обратно водители украинских фур пока не собираются ждут информации как с российской так и с украинской стороны международная трасса Киевчоп село Солонка в 10 километрах от Львова первый блокпост здесь дежурят несколько десятков активистов своеобразный пропускной пункт появился здесь еще в пятницу крайняя полоса трассы загорожена покрышками перед ними плакат с надписью стоп российским фурам на обочине место отдыха активистов в небольшом грузовике ребята организовали импровизированную кухню рядом стол скамейка и буржуйка с чайником продуктов хватает добрые люди приносят нам вещи и кто-то не пытается что нужно просто привозить там разные вещи от пластиковых одноразовых тарелок до всяких бананов в воскресенье сразу после начала акции здесь остановили 30 фур в сопровождении полицейских их отправили на ближайший пункт пропуска с Белоруссией по сарафанному радио водители передают друг другу осуществование этого блокпоста поэтому машины с российскими номерами на трассе пока не появляются мы пояснили мы пояснили что им не место в Украине и вообще любая экономическая співпраця с Украиной агрессором под час войны на нашу думку я не пропустима сегодня отличился водитель машины с закарпатскими номерами в кабине у него были российские триколоры машину остановили символику попросили подарить убирать блокпост активисты пока не собираются точно так же как и участники акции в Черниговской области они обосновались неподалеку пункта пропуска Синьковка на границе с Россией разбили палаточный городок привезли буржуйку сегодня возле поселка Репки мобильная группа активистов задержала 4 машины их поставили на частную стоянку домой не отпускают ждут что смогут обменять фуры на черниговские заблокированные в России со вчерашнего дня на пункте пропуска Синьковка стоят 20 украинских фур в приграничной зоне и еще 9 в нейтральной зоне их не пускают на российскую территорию говорят готовы ждать на обочине пока не закончится срок разрешения на въезд в Россию а участники акции блокирования собираются установить еще один пост на Гомельской трассе Руслан Смещук Кристина Гошенко Вадим Сверидонов Юрий Голубинка подробности телеканал Интер и пока одни воюют другие считают убытки сегодня в Закарпатье собрались перевозчики которые возят товары за границу в области свыше тысячи фирм которые доставляют грузы из Европы в Казахстан Азербайджан и Россию после перекрестной блокады 192 украинских большегруза не могут пересечь российскую границу вчера дальнобойщики перекрывали трассу а сегодня пошли к чиновникам с просьбой не убивать их бизнес мы люди бизнеса а не политики мы можем втратить 4,5 миллиарда гривен которые наши перевозчики не дополучат а это бюджет местного это бюджет предприятия а самое главное это семьи у нас в России заглоковано 4 автомобили с таким решением мы можем полностью загубить галузь для автомобилей перевозки это должно быть на уровне нашего министерства министерства России о восстановлении движения пока говорить рано но заторы на границах скоро должны рассосаться Мининфраструктуры Украины и Минтранс России договорились о беспрепятственном возвращении в Украину грузовиков которые остались на территории России и на границе РФ в Азии а украинская сторона разрешит проезд по своей территории российским грузовым автомобилям которые ждут возвращения домой из стран ЕС это позволит вернуть домой более 600 украинских водителей режим еду домой вводится с 16 по 25 февраля включительно и это еще не все новости дня вот о чем узнаете из второй части подробностей постройневший или изможденный Игорь Масейчук рассказал судьям о своих болячках обыск у правоохранителей что искали в офисе нацполиции из реанимационной палаты в судебную подозреваемого во взяточничестве Игоря Масейчука наконец дождались в Печерском райсуде столицы с чем кроме истории болезни он туда пришел и какой вопрос решал судья знает Ирина Романова досудебное следствие по делу Масейчука закончили три месяца назад а подозреваемые его защитой все никак не могут осилить материалы сокрушаются в генпрокуратуре поэтому ГПУ и не передает их для рассмотрения по существу обвинение потребовало пусть суд наконец-то установит конкретные сроки для ознакомления иначе дело зависнет на заседание в Печерском райсуде адвокаты все же пришли наш подозреваемый не отримал поведомления про то, что на сегодняшний день на вторую годину призначен рассмотрение справы считаю, что за его отсутствие неможливо рассмотреть то ли защита что-то не согласовала с подозреваемым то ли тот вдруг узнал о заседании но заметно постраневший Масичок в Печерском райсуде неожиданно появился правда сразу с жалобами я за целый весь час тратил больше 100 килограмм влаги и будь какие хвилювания сгидно того что каждый лекарь производит до погрешения моего стану здоровья Масичок передал судье больничной до 21 февраля он на лечение в институте Шалимова и попросил пока врачи не разрешат ему ходить в суд заседание отложить масло в огонь подлила и защита раз Масичок в суд пришел значит все не так плохо парирует прокурор да и амбулаторное лечение к посильному режиму не обязывает но даже если подозреваемый не явится на заседание есть шестеро его защитников кстати один из них инвалид по зрению тоже потребовал перенести заседание но по другой причине я на початку грудня сдал до генеральной прокуратуры заяву про то что направляли мне документы выготовлены шрифтом Брайля я избавлен через бездействие прокуратуры возможности познакомиться с теми документами которые они подали до суду нигде не предбачено что мы должны перекладать документы то ли судью это не убедило то ли он распереживался о самочувствии Масичука но заседание все-таки перенес на 23 февраля Ирина Романова Василий Миновчуков подробности телеканал Интер большой переполох нацполиции в главное управление столичной службы сегодня нагрянула киевская прокуратура с обыском что искали выяснял Егор Логинов обыск в здании патрульной полиции продолжался около 7 часов но в прокуратуре ситуацию прокомментировали максимально лаконично следственные действия прошли в спокойном рабочем режиме все что хотели нашли в связи с необходимостью установления и выключения и отшукания отдельных документов было внесено ответное кропотание в указанные документы которых следствия не осталось отнайдены там есть и журналы и инструкции немногословные оказались и сотрудники полиции обыск каким-то ЧП не считают наоборот готовы всячески помогать следователям представники прокуратуры соответственно до ухвала Печерского суд завитали в управление патрульной полиции и документы которые им нужны надобляются далее по справе мы им охотно даем а вот адвокат а вот адвокат семьи погибшего Михаила Медведева уверяет следователи ищут документы которые покажут на каких основаниях действовали стрелявшие и кто дал им такие полномочия скорее всего это нормативные документы инструкции журналы выдачи оружия выдачи боеприпасов и так дальше чтобы общество могло понять чтобы что происходило это можно было доказать четко в суде в каких границах действовали полицейские насколько верны предположения адвоката узнаем в ближайшее время прокуратуре обещают сообщить о результатах обыска на этой неделе Егор Логинов Александр Данилов подробности телеканал Интер дело бойцов скандальной роты торнадо начало рассматривать по сути оболонский суд столицы напомню им инкриминируют целых 7 тяжких статей в том числе организованную преступность и похищение людей как и предыдущее сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме больше расскажут наши корреспонденты пытки похищения людей разбой и бандитизм это лишь малая часть обвинений в адрес бойцов спецроты МВД торнадо в тексте обвинения 275 страниц идет судовый развед криминальное управление за обвинениям количественных работников роты торнадо выполнение злочиней строительства и участие в злочинной организации выкрадение людей их кладение задовывание статевой пристрасти неприродным шляхом завладение транспортным способом все выполнение группой лес в составе злочинной организации напомню дело против роты торнадо еще прошлым летом открыла генпрокуратура вскоре были задержаны семеро бойцов тогда же следователи опубликовали шокирующее видео потерпевшие рассказывают о происходящем за забором с колючей проволокой где располагалась рота избиение палками зверские пытки изнасилования сюда завели этого саппенсионера подвешивали за руки вверх и забивали его торжести уже чуть-чуть раз его поставили забивали на черном сетом как он разбил сюда наносил кутную дверь менялись и эти электрошокеры и ну это самое дело здесь возникновая залежала человек на 30-30 он он так он сетом сетом и его в основном насиловали по словам прокуроров бойцы похищали жителей местных сел в том числе женщин одна из потерпевших рассказала что бойцы насиловали ее и заставляли смотреть как избивают других человек держался за партой чтобы выдержать именно выдержался на скале он стоял насколько он был вот так человек после сильного удара около 20 потерял сознание его привели в сознание и побывали бить уже в сентябре прошлого года был задержан еще один подозреваемый гражданин Беларуси Даниил Ляшук по кличке Маджахет по данным прокуратуры он был одним из организаторов зверских пыток более того придерживался неонацистских взглядов и якобы даже планировал вступить в ряды ИГИЛ сами бойцы все обвинения отрицают уверены причиной открытия дела и задержаний стала их активная борьба с контрабандой в зоне АТО самый главный аргумент у нас это безосновательное обвинение бездоказательное это самый главный аргумент все обвинение строится исключительно на показаниях потерпевших и все видео которые есть это видео следственных экспериментов но вот в прокуратуре говорят свои зверства бойцы часто снимали на видео и якобы у многих в телефонах нашли шокирующие кадры которые уже приобщили к делу именно поэтому судебное заседание проходит в закрытом режиме чтобы не будоражить общественность следующее заседание пройдет уже 1 марта если жуткие обвинения докажут в суде бойцам может грозить срок до 15 лет Оксана Григорьева Леонид Аборин подробности телеканал Интер перестрелка между бойцами добровольческого батальона и правоохранителями Донецкой области утром на трассе Славянск-Роматорск патрульной остановили микроавтобус в котором находились люди в камуфляже как сообщили в нацполиции у водителя не было прав и документов на авто нашли в салоне и 2,5 тысячи патронов при этом говорят в полиции никаких бумаг о том кем и когда они выданы не было позже к месту инцидента подъехали командиры бойцов один из них по словам полицейских ударил прикладом патрульного и правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух в ответ услышали выстрелы у бойцов своя версия происшедшего мы пообщались с обеими сторонами конфликта ваши документы я показываю посвящение працівника милиции машина надана волонтерами находится на учете в главном управлении места Киева я говорю хлопці не затримуйте меня я еду забирать смену посвящение ничего они не показывали працівник сокола який там стоял в маске заскочив машину без всяких сведків начинает перевертать приїхали наши опять же словесная перепалка с гаишниками опять же та сама картина но я дальше не помню один из них дістав зброю и поступила команда до бою наші стріляли повітря а вони стріляли вони стріляли вони стріляли десь в очереди дві-три було подробності знають наші корреспонденти такі ночі це маленькі ось це за що голосували ну реферин думаю в тому, хто і откуда бил по ним Константин не сомневается обстріл уже не первый за неделю це з террикона хуй а хто бьет знаєте хоть? ну конечно знаю ну що я дурак донуярівсь а хто здесь бьет? ну по нам це 152 салушки работають нормально так вчера полночі здесь кидали здесь 80-е 120-е миномет работають постоянно каждый вечер їх позиция чудом не пострадала снаряды взорвались совсем рядом боевики били из всего что у них есть на вооружении а во время коротких перерывов противник пытался зайти пехотой под прикрытием артиллерии ближайший окоп виден невооруженным глазом вчера ну был реально настоящий общевойсковой бой работали ну с направления шахты Изотова Румянцева работала тоже вот помельче калибров работал со школы с направлением школы-больницы с двух-трех точек работала В изрытая воронками селу утром приехала миссия ОБСЕ осмотрев подконтрольное украине село отправились на оккупированную часть Зайцева первым делом к школе откуда по словам военных стреляли самоходные артиллерийские установки противника наблюдатели не первый раз приезжают именно туда Мы видели в этом конкретном месте военные позиции но оружие которое описано в минских соглашениях мы не заметили Как вы понимаете они не предоставляют мне это оружие когда я приезжаю в село А в селе Зайцево и военные и мирные жители готовятся к очередной ночи без сна Спасения нет Всегда начинается у нас вечер Ирина Баглая Андрей Костюк Василий Сачук из Подгорловки подробности телеканал Интер Необходимость выполнения минских соглашений сегодня обсуждали оппозиционеры с немецкими и французскими дипломатами В оппозиционном блоке считают это единственный путь к урегулированию конфликта на Донбассе Говорили на встрече и об отсутствии необходимых реформ в стране Наши европейские коллеги отчетливо отдают себе вернее отчетливо понимают что коалиции де-факто не существует Правительство не выполнило свою задачу крики пиар-акции бесконечные выступления с трибуны о реформах о евроинтеграции на самом деле коррупция воровство и полное отсутствие реформ Мы по-прежнему будем перед теми же вызовами которые существуют на протяжении вот уже нескольких лет для Украины проведение реформ выполнение минских соглашений урегулирования конфликта на Донбассе и это честно говоря то что больше всего волнует сейчас наших европейских партнеров Бывший президент дает показания сегодня Николя Саркази допросили по делу аферы с фирмой Бигмалион дело на десятки миллионов евро все подробности расскажет София Гордиенко судебное разбирательство для Саркази тема настолько неприятная что обычно общительный политик проявляет чудеса конспирологии дабы избежать комментариев напрасно у финансового суда Парижа его ждали журналисты Саркази решил воспользоваться черным ходом пока он просто свидетель французской юстиции это пытается понять знал ли бывший президент о превышении сдержек на рекламу себя любимого 22,5 миллиона евро такой лимит предвыборной кампании если кандидат больше расходы не возмещаются ему грозит штраф и даже заключение если он сам дал распоряжение нарушать закон но пока линия защиты экс-президента проста мол махинации все дело рук не в чистоплотных однопартийцев они как и руководство фирмы тоже регулярно ездят на допросы кстати это не единственное даже не самое серьезное дело по которому проходит пока в качестве свидетеля бывший президент у него еще два процесса впереди злоупотребление властью при подкупе суди и подозрение в получении денег на свою первую предвыборную кампанию в 2007 году от ливийского лидера ныне покойного Муаммара Каддафи в общем судебных разбирательств у Саркази столько что один из лучших вариантов их избежать это поменять статус бывшего президента на действующего и Саркази это знает София Гордиенко Василий Трушковский подробности Европейское бюро телеканала Интер Марк Цукерберг усиливает охрану собственного дома кто угрожает организатору самой популярной в мире соцсети и как из-за интернет-совета британка превратилась в чудовище об этом и не только далее в нашем обзоре На Кубе появится первый за полвека американский завод власти США разрешили небольшой компании штата Алабама выпустить на острове мини-трактора строительство завода обойдется в 10 миллионов долларов все расходы компания готова взять на себя машины будут спроектированы специально для нужд кубинских фермеров во благо науки 10 тысяч китайцев вынуждены покинуть свои дома власти провинции Гуйчжоу решили переселить в другие районы местных жителей чтобы они не создавали помех для работы нового радиотелескопа его монтаж начали еще полгода назад устройство должно стать самым большим в мире и возможно поможет ученым обнаружить следы разумной жизни во вселенной Марк Цукерберг усилил охрану своего дома а все из-за роста получаемых угроз из сети жилища основателя фейсбука теперь посменно будут охранять 16 человек таким образом Цукерберг хочет обезопасить себя и семью от тех интернет пользователей которые обвиняют его соцсеть в своих семейных неурядицах и разводах а вот британская студентка благодаря советам в фейсбуке из красавицы превратилась в чудовище девушке уж очень захотелось среди зимы получить карибский загар на страничке в соцсети она нашла как ей казалось замечательный совет нанести побольше крема автозагара валиком для покраски стен теперь британке приходится сидеть дома и ждать когда же вся эта красота сойдет уклонился от налогов лишился имущества бразильский суд арестовал активы футболиста клуба Барселона Неймара на общую сумму 50 миллионов долларов это яхта самолет и недвижимость спортсмена за три года Неймар не уплатил налоги на 16 миллионов долларов футболист свою вину отрицает и напоследок срочная новость как сообщили источники в парламенте одного из интернет-ресурсов фракции Батькивщина и Самопомощь сейчас готовят совместное заявление о выходе из коалиции и в ближайшее время его обнародуют ну что ж как видим сегодня Кабмину удалось устоять а вот не развалит ли это коалицию будем наблюдать уже завтра и обо всем поговорим в выпуске подробностей ровно в 8 увидимся а на сегодня все спасибо что смотрели Субтитры подогнал «Симон»